ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Советую покупать именно там! И доказательство тому множество нагибаторских боёв, которые появляются на этом танке. И один из таких боёв я вам сегодня хочу продемонстрировать. Итак, игрок занимает позицию подальше от противников за рельефом местности. И позиция в принципе тащит, потому что артиллерии в этом бою нет. Поэтому можно вести беспрепятственно огонь по противникам. Светятся тут на центре светляки. И игрок по ним несколько раз отстреливается. Ник у игрока АТОКАС, если правильно я его читаю. Итак, наша 54-ка встречает вражеский раж, который состоит в основном из суперпершингов, которые дают тут взводом. И 54-ка решает не лезть на ражон. Ей и тут на этой позиции комфортно, замечательно. Она встречает противников, враги немного отступили. И 54-ка продолжает вести огонь по всем, кто тут подставляется. Удаётся продамажить Т49, ну и подставляется тут суперперш. Ну и конечно 54-ка легко наносит ему урон в борт. Ну 54-ка тут на кумулятивах, это стоит отметить. Тем не менее, я считаю, что это не так уж и плохо, так как игрок наверняка играет на результат, на высокий средний дамаг. 54-ка не обладает, конечно, супервысоким пробитием бронебойным. Тем не менее, именно в этом бою пробития во многих случаях бы хватало. Ну ладно, не мне судить игрока. И продамаживает он типа 61-го, который вдалеке засветился. Ещё один выстрел, но на этот раз промах. Японец подставляется, наш герой наносит ему урон. И противники снова давят в квадрате Б9. И похоже, союзники справиться с першами не могут. Ну тут в основном танки с 7-го уровня. Ну есть ещё и 54-ка, топой танк, но пока что как-то она не оказывает особо сопротивления. Игрок продамаживает суперперша и также засвечивается тип 61. Удаётся его пробить. Ну тут 54-ка сласть развлекается. Наносит максимум урона и реализует своё орудие. Кружит тут рядом вражеский светляк РУ-251. И игрок наносит ему урон. Ну в общем-то сейчас самое главное точно стрелять, пока ещё союзники живы. И по максимуму минусовать стволы. Уже два шотных танка. Тут Т-54 и суперпершинг. Игрок продамаживает 54-ку. Та пытается прятаться за трупом. Но тем не менее союзники её оттуда отгоняют. И игрок уничтожает противника. И далее Атокос уже идёт в атаку. И в принципе два этих шотных не составят никаких проблем. Ну естественно нужно точно по ним попасть, чтобы лишний своих хп не потерять. И Атокос уничтожает сначала Японца, ну а потом и суперперша заодно забирает. Сразу два фрага в копилку себе. Ну и очевидно, что вражеские танки сейчас едут по центру карты на базу. Засвечивается рядом ПТшка СУ-122-44. Игрок, используя рельеф местности, высовывается, пытаясь вытанковывать башни. Но это даже и не требуется. Сушка не стреляет и удалось её уничтожить. Сзади засветился тут АМХ-13-90. Но он не стал особо стрелять и уехал в укрытие. Светляка, конечно, нужно добирать. А тем временем почти все союзники послевались. Остался только Тигр-П. Засвечивается тут Т-49. Игрок наносит ему урон. Противник тут, видимо, сводился на Тигра. Но 54-ка всё его сведение сбила. Ну и дальше она без проблем его добирает. На захвате светятся ИС-8 и Е-50. В принципе, тут очень удобно стрелять по противникам, используя рельеф местности. И наш герой пытается добрать Е-50. Стреляет, но не попадает по нему. К сожалению, последнего союзника слыд. Но АТО КАС уничтожает противника на Е-50. И теперь уже пытается разобрать Т-30 и ИС-8. Но тут важно сбить захват, поэтому игрок сразу продамажил двух. ИС-8 его пробил. Ну и опаснее всего тут, конечно, ПТ-САУ Т-30. Но пока что противники не очень-то и хорошо ведут стрельбу. И 54-ка продамаживает Т-30. Видимо, он на перезарядке. И удается его уничтожить. Ну и теперь нужно как-то добрать ИС-8. Но тут неожиданно засвечивается СУ-152. Противник стреляет, но не пробивает куманитивным снарядом. Все-таки броня во лбу у 54-ки весьма крепкая. Ну и наш герой спокойно крутит СУ-шку и уничтожает ее. Ну и теперь нужно разбирать ИС-8. Противник, видимо, решает подъехать чуть ближе. И это на руку на самом деле 54-ки. Так как он мог прятаться на захвате за трупом. И тогда пришлось бы в упор к нему подъезжать. Ну а тут можно по-прежнему использовать рельеф местности. Правда, игрок не смог тут пробить несколько раз. Тем не менее, сейчас он уже точно высцеливает ИС-8 и пробивает его в НЛД. Ну и ИС-8 делал последний свой выстрел в этом бою. И игрок его аннигилирует. Итак, медаль пула, защитник, основной калибр, отличные медальки, 10184 урона, замечательный показатель для 9 уровня, 12 фрагов и 2010 опыта без према. С премом получилось 3015 опыта, плюс почти 18000 серебра и 2370 урона игрок вытанковал. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.